И калиуманы родились из-за нужды, потому что не было денег, государство не помогало. Наступает 14-й год и начинается у нас новый этап в развитии калиуманова. С середины лета до осенних продаж далеко. Все затраты весенние вложены в землю, кассы выразили, зарплату платить нечем, солярка. Ну как у всех, денег нет, что делать? В банк идти, это все за долги придется отдавать, субсидию государства получать, я не понимаю, как. Надо там вылизывать, надо где-то там сасывать, тоже не годится. Выпили, посидели на пеньке. Давай, нет денег, давай сейчас закажем, пусть там напечатают денег, где вот они здесь лежали. Сейчас ставим эти сюда. Позвонили, объявление в газете, там печатаем визитки или буклеты. Ребята, какая-такая, может там денег напечатать? Ну какой-то вопрос. Такого номинала столько, такого столько. Денег для внутренних расчетов. Ну они там уточнили, для чего, я говорю, у нас мы сами не понимаем, но на всякий случай для игры какой-то. Мы еще не знали, там просто не было денег. В типографии спросили, а дизайн какой, размер какой, номинал какой. Ну номинал я по-советски, там 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100, 7 номиналов. И общее количество было 20 тысяч бумажек на общую сумму миллион. Через 3, по-моему, дня приезжает сюда курьер, я ему даю 5 тысяч рублей. Он привозит вот эту гору, они все в упаковке, привозит гору денег. Мы их выступаем на стол, вау, теперь у нас денег море, да хера, а что с ними делать, они знаю еще. И вот этот шаг, если бы мы продолжали бы ждать, когда субсидия придет, или бы там в банк подавали бы заявку, они совершили вот это прикол, позвонив тебе по графику, да давай, ну куда деваться, нужно гулять-то гулять, туда последнюю пятерку пущем вот на эту. И вот когда гора денег лежала, блин, вот сидели тоже еще выпили, как раз с видой, он за водкой поехал, я ему 1000 рублей даю, он водку привез, мне 1000 рублей, там что там, картошки, овощи у меня, это уже 1000 рублей мне отдает, я ему даю картошки, потом я эту 1000 рублей ему отдаю обратно, я у него забираю там какие-то доски, железяки, потом он эту 1000 рублей мне приносит, что-то тоже я ему какую-то, я говорю, что мы 1000 рублей, у нас вот лежит гора денег, что это мы солим, у тебя 1000 рублей, у меня 1000 рублей, давай мы лучше что-нибудь из-за границы сюда купим, а внутренне-то клево, ну что нам ее посолить туда-сюда, давай вот это, и вот это буквально к вечеру у нас уже была первая такая транзакция, которая позволила сделать первый шаг к применению денег, если бы не было, мы никогда бы, мы бы максимум до чего додумались, просто записывать до бумажки, если бы у нас не было даже 1000 рублей, а коль было, зачем мы ее посолим, у тебя 1000 рублей, ты можешь себе купить это, я могу себе купить это, а с тобой мы просто поменялись, мы закрепили, первая транзакция, давай поделили, прикольно-прикольно, уже экономия по 1000 рублей, у тебя в кровати, у тебя в кровати. Ну ладно, спокойно, мы шли, утром проснулись, приезжают дружья, какое-то у нас мероприятие тоже было, волонтеры с пожаров в 14 год, они пошли там по старухам дрова колоть, одной там соседке тоже бабки удалили, аварийное дерево над домом, пришли в вечер, там костер, шашлык, стол, давай в покер сыграем, вместо фишек разложили, все сыграли, в покер, круто, вторая функция денег, значит можно как игрушку использовать, как внутренний расчет, как игрушку использовать, на следующий день они собираются заканчивать, к вечеру уезжать, тоже что-то там поделали, я говорю, давайте я тогда стол, ой, я вам заплачу этими бумажками, то, что вы дров накололи, ну зачем ешь мою, мы приехали отдохнуть сюда, 13, наколол дров, получить удовольствие, зачем, я говорю, ну я же не рублями оскорблять буду, а просто как бы продолжим эту игру. Сувенирной продукцией. Да, вы его там под стекло пололи, в кошелек пололи, просто там на память не доставите, уважьте. Ну они уважили, взяли, я уже не помню, там что-то по пять каленов, вообще разным заминалом, и кто-то предложил, а ты же нас кормил, поел, а давай мы тебе еще заплатим. Блин, я же вас тоже бы не хотел за деньги-то брать, а что же каленами-то? Давай, болеет. Они уезжают, у нас вот уже пошла третья-четвертая операция, как дальше приезжает заказчик, это был июль, наверное, пять лет назад будет, пять лет уже назад будет. Он говорит, мне на осень надо деревья, давай договор закручиваем, я пока там дом строю, пока там бульдозеры пройдут, либо осенью, либо весной. Я в питомник завожу, там набор яблони, груши, фигуши, сколько, я говорю, ну это там 300 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. Он говорит, а если я не успею осенью, можно, а у тебя посидят. Я говорю, ну какие проблемы? Привязали там бантики, бирочки повесили, он это брал, сумму сформировали. Ну как договор или чего? Я говорю, давай-ка не договор, а ты купи у нас эти деньги, а потом мне их предъявишь. Я еще не знал, форму такую вексельную, вернее, она не подходила к тем моим банковским и экономическим, моему образованию или банковскому опыту 90-х. Здесь совершенно что-то новое было, игровое. О, прикольно, классно, я тоже играю. Я не помню, сколько там, 400, по-моему, тысяч насчитал вот этих растений. Он 400 тысяч рублей наличными вытаскивает, я ему на 400 тысяч клювнов, прям в пачках, новые. А ты меня обманешь, какого-как, вот они стоят сады, на какую я тебя обманывал. Ты на 400, у меня здесь на 4 миллиона растут. Я там даже захочу, тебя не обманываю. А он говорит, унесли ты здесь гарантии, какого, 100%. Я сижу, были 400 тысяч мечта, которые я гашу не деньгами, без процентов, а гашу свои продукции. Здесь включается уже экономика. Свои продукции, но промежуточные, вот эти... Срок, который мне позволяет сегодня решить кассовый разрыв, заплатить зарплату, купить солярку, подготовиться к осенней компании, к уборочной. До начала продаж урожая. Блин, получается же, банка нет, государства нет, мы вышли пи-ту-пи. Если бы он перевел мне депозит в банк, банк бы мне... А здесь все, я получил кэш. Мне позволило до урожая выжить. Чувак приехал, забрали мы его, погасили долг. В этот момент я публикую вот это описание, что мы сделали. Люди подтягиваются. Мы тоже хотим, давай мы тоже в этой системе хотим получаться в новую экономику. Что мы взамен получим? Я говорю, ну давайте, во-первых, как оценивать их, непонятно. Номиналы, к рублю привязывать, вдруг инфляция, к доллару, непонятно. К крестьянски, ну давай, что у нас тут крестьянское, картофель, яйца, птица. Давай к молоку 50 рублей, делится хорошо, умножается хорошо на 100, один калион будет. Литр молока. Примерно 50 рублей. Но этот литр молока, ты и через 100 лет, он будет стоить один калион. Яйца будут 2 калиона за десяток стоить, не важно там девяток, вот эти механизмы. Но 10 яиц будет стоить 2 калиона через 100 лет. Мы этим обязательно. Что мы делаем? Он берет за рубли эти калионы. Мы на эти калионы покупаем инкубатор. Клетки, сетки, инкубационное яйцо, там зарплата, свет. Ставим эти яйца в инкубатор. Цикл проходит там сколько, месяцев 5-6. Он получает петушка в виде мяса и ясушку, которая берет яйца. Но у него калионы ликвиды, то есть я их могу обратно выкупить. Он доплачивает до этой, то есть мы получили лояль у потребителя и предоплаченный до полгода заказ. И средства для развития ассортимента. То есть другой вложился в рыбу, третий вложился в мясо. И вот такая схема, мы ее только-только вот начали создавать. Вот первый шаг начался необычный, совершенно новый в истории экономики, получилась новая схема. Дальше уже в процессе это происходило не на бумажке, это происходило не в интернете, это происходило не в виде игры. Это происходило реальные общения, реальные договоренности, реальные обмены и результаты труда эти инвестиции. Причем эти инвестиции не разные такие были, а предполагали пролонгацию. То есть он эти яйца уже имел право, он получил типа входовый билет. Калионычу являлся входы билетом в эту программу лояльности получается. И вдруг у нас все начинает расти, клетки, сетки, птицы, там новые клетки, поставь новые кулять и поставили. В декабре случился кризис, у нас все хорошо, люди тащат деньги. Декабрь 2014 года. Да, в декабре 2014 года случился кризис, если помнить, мировой там какой-то ипотечность что ли, когда люди стали избавляться, скупать там технику, холодильник. Прямо сейчас мы пишем на камеру, которую я купил в декабре 2014 года за 3000 долларов. Потому что я знал, если я ее сейчас не куплю, то мне ее не купить с новым курсом никогда будет. И на фоне этого кризиса, казалось, наша модель классно работает. Клёт стабилен, не подвержен инфляции, не подвержен вот этим колебаниям с долларом. Он всегда стоит ровно 1 литр молока. Если молоко будет стоить 100 рублей, значит, колеон будет стоить литр молока. Понимаешь? Он будет стоить 10 яиц. Не важно, что там на рынке будут стоить яйца за 600 рублей, но колеон будет стоить. Сколько он будет в рублях, я даже не считал. То есть люди вкладывали. И не важно, сколько он его за рубли. Вот здесь я начинаю уже какие-то себе рисовать формулы. Начинаю вспоминать вот эти какие-то прецеденты. Очень много журналистов, вопросы задают необычные, которые заставляют уже после интервью задуматься. Там и печатать, там большая статья была на развороте, самая первая статья, по-моему, из популярного Московского комсомольца. Там и новая газета писала, и куча-куча изданий. Да, все телеканалы сюда приезжают, там программорей, в утренний телеканал. Причем так, все это достаточно доброжелательно. Кто-то пытался какую-то инфографику еще сделать, показать эту экономику. Там на яйцах, на птицах. Кто-то и вкладывался. Вместе с журналистами приезжали прокурорские, тоже спрашивали, тут все свободно. А же много уже здесь людей участвовал. И волонтеры приезжали, и соседи. И как-то это все, я не реагировал. Буб идет, у нас все развивается, классно. Я уже придумаю следующие шаги, следующие направления, что развивать. Уже не только с локаций в Калионово, а уже в соседнем хозяйстве. То есть здесь молочные, но я никак не делал инфицированное производство. Лучше я инвестирую туда, и этот сыр получу в виде добавления ассортимента в корзину. То есть за Калионово можно будет добавить в корзину. Помимо нашей продукции, еще добавлять. Соседнюю, да? Да, соседнюю. То есть такая кооперация. То есть люди будут финансировать уже не только меня, то есть только уже есть и съед. А уже добавляем сыра, добавляем туда там, святанки, маслица, там уже карака пошли, там уже колбасы пошли, копчености. Классная схема. В чем оказалась ее преимущество такое макроэкономическое? В том, что в корзине или с рубля. То есть в рубле стоимости вот этого продукта 70%, если он за рубли торгуется или покупается, неважно, покупатель или продавец, вот 70% в этом продукте, это непроизводственные расходы, это не издержки. Здесь это банковские кредиты, это вот Россельхоз, всякие там потребы и какие-то надзоры, это коррупция, это Олимпиада, это там Роскосмос со своими там базами на солнце, это депутатов Шайка. И вот они жрут этого продукта, добавляют 70% стоимости. В Калионе 100% этот продукт. Соответственно, он в три раза наполнение у него выше. Соответственно, мы отсекаем непроизводственные расходы, лесом посылаем депутатов с банкирами. И если ты у меня прямой заказчик, то тебе что важнее? Сертификат от Росприроднадзора, сельхознадзора, либо курица. Если ты меня попросишь сертификат, я скажу, Лёш, ну за сертификатом иди в пятерочку. Там и БИУ, ЭКО, наклейка и органик. Там на этой курице этих сертификатов некуда поставить. А ты же видишь, как у меня курица-то живет. Ты вот ее без сертификата возьмешь, я говорю, ну тебе это лишний сертификат, ну добавим, ну еще на эту курицу, 70 тысяч рублей, чтобы получить сертификат. Тебе она нужна такая? Ты посмотрел эту курицу, попробовал. Очевидное решение, что ты между нами, между нами не нужен нам этот банк, депутаты со своими глупостями, да мы работаем со своим космосом, и вот эти всякие надзоры. Мы минули, мы даже логистику там убрали из этой схемы, чтобы, вот у нас сейчас, чуть-чуть опережу, на сегодняшний день себестоимость десятка яйца, яиц, мы ввели сейчас в 20 рублей. Такого вообще не может быть. Это... Себестоимость яйца? Да. 2 рубля штук. 2 рубля. Да. При том, что если бы кормами кормить, то она получает там, как минимум, рублей 5. Но это связи с... Исключением не... Вот этих расходов. Когда я первый об этом раз узнал, я понял, что куда-то я правильно иду. Я не понимал, как это физически работало, как математически работать в тот момент. Но я понял, что мы же исключили этих. Банк исключили однозначно? Себестоимость уменьшится? Да. Исключили посредников? Перестали взятки платить? Еще себестоимость. То есть я интуитивно понял, что благодаря вот этими расчетами P2P, расчетами в калионах, мы отсекаем вот это ненужное посредничество. Более того, мы уже начинаем... Я когда приводил пример, вот с курицей, если сейчас я вырастил эту курицу, да, она дорогая, тяжелая, по всем правилам, я ее сварил, поставил на стол. Хочу съесть. Тут же рука банкира, хватит половину отнирает. Тут же пошла армия, мне там на сию ножку надо. Тут же взятка бы. Мне это лучше сейчас надо разорвать. Потом пенсионерам, ну хоть нам-то что-то. Ну, давайте вам там, отщепнули гуску, давайте пенсионерам, а врачам с учителями. Парит, может, там ничего... Ну, давайте вам косточку обглотанную врачам, косточку открылась к учителям. Все сажали депутаты с банкиром до госпрограммы. Если мы переходим, и я ничего не получаю, ну, вот там бульоны... Наварное, от яиц. Может быть, да, если позволят, да. Я тебе разрешат. Кажут, еще не продают. Еще заплатить за то, что мы тебе разрешаем. А что мы делаем в каленской экономике? Мы, знаете, средства, которые делают предоплату, то есть человек делает предоплату не на одной инкубационной яйцом, если он делает предоплату, то, знаете, там, ну, как минимум, там на несколько сотен есть, что он хочет там на несколько лет обеспечить себя поставками. Выращиваться не одна курица, не один пирожок, а выращиваться там сотни. У меня получается сотня кур лежит за столом, да, нас двоих. Теперь банкиру до этой ста кур не добраться, он здесь не при делах. депутатам идут лесом, всякие надзоры тоже вроде бы как мы вдвоем сидим, мы вдвоем на двоих. И нам столько не сажать. Значит, я что тогда делаю? Пенсионеров, не гуску, вот которую там в первом случае делили. Знаете, вам четыре курицы вы заслужили. Кто там, учителя? Знаете, четыре. Детям? Знаете, четыре. Кто у нас там, наука? В космос не прийдите, на солнце лунную базу не будете строить? Нет. Знаете вам, еще там пять курить. То есть я начинаю делить. Что мне нужна? Дорога. Автодор приезжает, нате кусок курицы, или курицу, или две курицы, сделай мне базоводоканал, сделай ты. То есть я начинаю выстраивать систему самообложения. То есть я начинаю делить налог уже своеобразным своим, на безопасность я готов вкладывать. Но на содержание депутатов, на безумие, которое связано с нацпроектами, вот здесь я точно не пойду. В конце концов, чтобы не посадили, я в принципе ту же курицу кину собакам, зрите, и банкиров кормить, и роднодзоры, во всем, у меня требуют курицу сожрали. Ну, 99 курю у меня останется. Вот здесь я начинаю делить. И вроде как соблюли опять же статус-кулу. Вы в тот раз хотели курицу отобрать? Ну, сейчас уже. В тот раз у меня вообще даже наварнях в этот раз я профинансировал все свои хотелки, я профинансировал развитие производства, развитие расширения сантимента, все мы построим, выстраиваем, долгосрочную такую программу. То, чего не получается при участии в этом государстве. Только я начинаю до этого доходить, выстраивать, весна, мы закладываем все на посевную, там расширяем поля, распахи, приходит повестка в суд. На тебя прокуратура что-то подала подъедить к суде к такому-то тогда-то. это было, наверное, в начале апреля, то есть мы еще так трое в поле не вышли. Ну, я приезжаю в Егорьевский суд, на четырех страницах рисковое заявление от прокуратуры, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и сутиска. Вменяется создание системы калионов, распространение калионов, несет угрозу финансовой системе Российской Федерации. Второй пункт создает угрозу, создает условия для создания мирового финансового кризиса. Третье условия для неустановленной группы граждан. Вот три таких обвинения, я читаю. Судья тоже смеется, говорит, какая-то глупость, какие калионы, что такое калионы. А уже, как бы, она слышала, в газетах уже прописано, все там, на телевидении. А как они, говорит, вообще работают-то? Дед под рукой, у меня здесь, что, не в зале заседания, а в комедии судьи, это первая была такая встреча, и прокурора еще не было. Я отрываю какие-то пачки уголовных дел, я отрываю эту страницу, и на ней пишу там что-то, 120, 140 калионов прямо от руки. Вот я говорю, если я это подписываю, значит, я вам даю право от меня потребовать, от меня, не в Макдональдсе, не там, не в ресторане, не в администрации, не в вышестоящем, не в область, суде оттока от меня на 128 рублей, получается сколько там, 1280 яичек. На 128 калионов? Да. Долговая расписка? Вексель, да, тогда я еще не знал вот этих форм, вексель, долговая расписка, обязательства, личные, или, что такое калионова, я тоже не знал, просто слово калионова, я еще не знал, просто калионова, бренд, бренд, деревня от калионова, хозяйство калионова, топографические объекты, или субъекты, какого-то федера, то есть просто калионова. Да интуитивно я шел, чтобы мы делали, то что-то правильное, нужно просто время и полевые испытания, нужны полевые испытания, нужно расширяться, расширяться, нужны вот эти, новые эксперименты. И судья, что сказал на 128 калиона? Да мне все понятно, ну классно, молодец, ну и как бы, сейчас прокурор придет, ему тоже 128 калиона, и он за яйцами придет. Спросим, что за чушь? Прокурор приходит, судья ему говорит, ну ты что, глупость ты. То есть это при тебе разговор был? позорится, говорит, я в это позорил. То есть в кабинете? Да, в кабинете у судьи еще до заседания, она прокурору говорит, вбери эту глупость, какая тут угроза, какой центральный банк, ты что охранялась, что ребята в своей деревне делают правильное дело, я получил сейчас расписки, потому что я сейчас могу или картошку брать, там яйца, гуся, ну классно. А она еще мне деньги предлагает, я говорю, подожди, там как судья, судья тебе деньги предлагает, отличие. Я говорю, ты подожди, я говорю, прокурор стоит на своем, нет, у меня типа там заказ какой-то. А прокурор это районы, районы, да? Да, у меня какой там заказ, судья говорит, а кто потерпевший-то? Центральный банк, Министерство финансов, Далоговая инспекция. Это на полном серьезе разговора? На полном серьезе, а у меня челюсть отвисает, у судьи тоже, по-моему, то ли он обкололся, то ли он шутит, то ли он какую-то, то ли он жестко сказал, зужусь марку. Ну ладно, судья, я еще тут подзуживаю, а сколько я там мирового финансового кризиса ущерба нанес? Ты еще шутишь и троллишь. Да, я подумал, я уже, я понял, судья тоже подключилась, тоже троллит, ну давай, терпел сюда, вызывай, кого ты сейчас назвал, Центральный банк, Бенфин, правительство сюда, потерпевший, давай, вызывай, и переносит, вернее, объявляет начало заседания, первое заседание состоит там, через две недели. И тогда-то надо потерпевших к этому времени? Да, вызывай, если потерпевший, я говорю, давайте мне эту сумму ущерба, пока же потерпели по отдельности, судья ржет, переслею, я был уверен, что на этом сломается прокурор, а журналисты продолжают, я это все описываю, что прокуратура упала, в суде был, посмеялись, опубликовал это исковое заявление, стали смеяться, никто не верит, что будет продолжение, все-таки прислали опять повестку, я поехал туда один, тоже настроил, был судья, адвокат, снова, и я. Но адвокат уже взял? Нет, не было, прокурор, судья, прокурор я, не любопытно, уже в зале, уже не в кабинете, уже в зале, все, суд идет, кто секретарь, там, такой-сякой-то, паспорты, все как по процедуре, судья, прокурор зачитывает иск, у меня спрашивают, есть что ответить? Я говорю, вообще слов нет, какая глупость, какие угрозы, тогда давайте этих потерпевших, обещал же потерпевших, давай их приглашать, почему не приехали, и судья-то уже уходил за соломинку, что ты, я с тем приказом привезу, а он, думаю, на халяву проскочит, потом он вроде судья-свой, там, это все, и вот здесь опять государство наступает снова на вторые грабли, если бы не сказали, ты признать из ничтожного, не заткнись, парень, и занимайся. написал у себя в жирже, и написал вроде. и все, кому-то там, кто это читает? кто это читает? Они переносят заседание, еще на через две недели, я описываю это в журнале, что вот через две недели состоится второе заседание поколенном, тут же пошли, а многие, кто приезжал, спрашивал, помимо журналистов, все приезжали люди, интересовались, как это все устроено, как это работает, это как-то разошлось, по миру, эти статьи, и пошли мне помощь для суда, то есть, в видеобращения, там, экономистов, заключение, для суда, экспертное заключение, там, бесплатно, бесплатно, мне присылают, присылают, мы тебе, вот это академик, это профессор, подъезжают юристы, говорит, дело обалденное, мы тоже хотим, поучаствовали, я еще, так подумал, тебе еще подарков привезли, не беспокойся за гонорарь, а у меня-то на носу посевная, я думал, что все, трактора в поле, забыли этого прокурора, они мне срывают посевную, здесь понеслась, перед заседанием суда, за несколько дней, сюда приезжают журналисты, здесь ночуют, интервью там показывают, и наступает этот день, черт, не помню, там какой-то мая, второе заседание суда, несколько машин уже здесь ночевала, журналисты, мы приезжаем туда, в чем разы, там, и свободы, какие-то, и дождь, не помню, еще какой-то, там, иностранные у тебя тут были, там, очень много, там, CNN, BBC, от Jazeera, кто там, немецкая, те люди, мы приезжаем в суд, там только 15 телекомпаний выстроились с камерами, стоит 8 дивизионных ради, как их называется, которые прямой эфир ведут, с путиковыми антеннами, куча блогеров, куча интернет-изданий, куча, там, еще какие-то каналов, газет, радио, судьи смотрят в окошко, впервые, там, Егорец, ни разу не видел, то есть, Егорец только не видел на заседании, сюда, народ тоже возбужден, автобусы останавливаются, правда, что происходит, там народ собирается, на площадях, администрация, шастая, что делать, как докладывать-то наверх, что происходит, судья не пускает камеры в зал, объявляет начало заседания, все камеры закрыть, самый большой зал, там все стояли, на шее сидели, народу подобилось много, знаменитые, вот это, заседание второе, кстати, в ссылке, может быть, к видео разместить протокол этого заседания, то есть, там просто не пересказали, знаете, эту комедию, там надо читать и ржать, обязательно сделаем, да, там просто ссылка на, там улице, на публикован, да, у тебя? Ну, я, да, да, ссылочка на ссылку, да, просто вот, чтобы не занимать, и я просто не повторю, вот это, казуистику, это просто ржач был, бесподобный, на улице, какие-то транспаранты, народ ходит, свободу колеоны, там какие-то, дать аюду, мужики пьяные идут, кто тут на дядю Мишу разорвелся, это ты организовал? Да нет, я вообще не понимал, что происходит, дети бегут, дядь Миш, дай, дядь Миш, дай ключ, тут со всех сторон микрофона, прямой эфир идет, по всем телеканалам, в новостях идут, новости в прайм-тайме, по всем телеканалам показывают, что происходит в Кривозово, в Егоровском суде, судят, никто не может разобраться, какого фальшимонечества, причем камеры не в зале стоят, а с улицы, это они все, какие-то слухи, что сами журналисты еще придумывают, кто там вышел, со вторым словом, вызвали там, в Центральный банк приехал, потом еще какие-то там женщины приехали, вообще непонятно, они стали какие-то листовки разбрасывать, вы там какая-то императрица чего-то, Звободу Шляпнику, поскольку у него звание человек, его надо отпустить, арестовать Центральный банк, арестовать прокуратуру, арестовать судью, вот этот, вот этот, да как? Ну а кто эту вежуху-то организовал? Вот это государство обосралось, это государство полезно опять же в ту ситуацию, которую нельзя контролировать и управлять, нельзя бух строим заставлять ходить, то есть мухи создают, бухи, нельзя вот эту геноскутуру, то есть это все делает со естественным образом, и калионы родились из-за нужды, потому что не было денег, государство не помогало, наоборот сказать, да ребят, знаете вам, что там, чем она может, статус какой-то, исследовательский, только напишите брошюру, что вы там делаете, там тоже любопытно, мы это там, в Липотеке, изучаете, да, там студии экономики, там академия, академия по, и народу хозяев при президенте, вот, а получается у нас изучением занимался, следственный комитет, исследование вел Калиона, и прокуратура, по идее, это должна быть академия наука, или какой-то институт, или экономический, какой-нибудь специалист, но, исследование проводит следственный комитет, не знаю, такая традиция. Так, я прервал тебя, да, женщины ходят, листовки кидают, суд идет, перерыв, мы выходим, все телеканалы, опять же, интервью, там идет обратная ответка уже, от телевизоров, то есть все в зале уже плюнули на эти протоколы, все сидят, смотрят в прямом эфире, новости, у судиста, и тоже на то, что там, как они отнесут в России, это вот все, сюрреализм, который, ну, словами не передать, те московские, журналисты, страшно было тебе? Что могут закрыть? А судили-то практически не меня, судили-то вот эту бумажку, там профессора выступают, академик выступает, в Прихазовскую академию приехали там специалисты, какие-то ректора Горного университета, топовые канонисты присылают резюме, адвокат тоже не может понять, адвокат, он говорит, здесь вообще, не то, что там процедура нарушена вообще не существует, то есть вы судите, а их там должны были объявить словом суррогат, а слова суррогат, в Юршемпроденции нет, то есть не может быть предъявлять объявление, к тому, что нет законов, что ему еще нет определения, адвокат вот эту тактику взял, вообще невозможно, этот иск вообще не действитен, и судебный, он на этой теме, у меня там народ кричит, я у Михаила Гуся взял за эти калионы, кто-то говорит, я там солярку у него меняю на эти калионы, прокурор, Центральный банк, и вместо того, чтобы они были как свидетели, как потерпевшие, то есть там перепутали все это, правила, правила поведения судей, как называется, про такую процедуру судебную, то есть это алгоритм, то есть вместо того, чтобы свидетели были за дверьми, они сами в этой движухе сами принимали участие, там Центральный банк орет, в билете Центрального банка России 100 копеек, когда вопрос зашел, чем обеспечен крен? Мясом, молоком, яйцами, картошкой, яблоками, а чем обеспечен рубль? В рубле 100 копеек, в лёжку все ржут, судья тоже, прокурор единственным, кто был серьезен, кто был серьезен, я на него смотрю, блин, у чувака выдержка был, молодец, все ржут, ну как клуб, ему еще вопросы, он четко стоит на своей задаче, да, это все прекращает, это угроза России, первое заседание, вот это, второе, вернее, знаменитое заседание прошло, шесть телеканалов сюда приехали, со спутниками отсюда долго, два дня вели отсюда репортажи, судья перенес, еще так и не разобрался, еще там какие-то свидетели пошли, перенесли, уборщицу сорвали, я ничего не посеял, не спахал, не посеял, дело затяется уже где-то июль, в июле, по-моему, в Егорьске, там, четвертым заседанием, признают, уже там интерес пропал, я уже просто сидел, как спал, все-таки судья, и так, и сяк, и сяк, и эдак, искала какой-то компромисс сама, но, видать, что-то там не срослось, признает все-таки, Калиона, действительно угрозой России, я подаю апелляцию, вернее, там, адвокаты подают апелляцию в областной суд, и там еще пошла вот эта серия, я два раза был в областном суде, но там попроще, там тоже посмеялись, они тоже читают, а журналист, там, первый канал, второй канал, у них же связи есть, у них сразу прокомментируйте, Эльвира, Хабизадовна, прокомментируй про Калионы, что в Егорьевске, а за голову, вы чего вы делаете, посмешище, вы скрываете сущие Центральной банки, это, нельзя про Центральный банк, говорите, это такая страшная организация, нельзя, а вы этим судом скрываете, что Центральный банк, это тормоз всей России, тормоз всей этой экономики, ей вопросы задают, все через пресс-службу, пресс-секретарь тоже, это инициатива прокуратуры, пресс-секретарь Центральный банк, это инициатива прокуратуры, к ним обращают, пресс-секретарь прокуратуры, читает это цитковое заявление, и вот одно и то же, по всем телеканалам, потом областной суд, в прессе, в Егорьевске у нас нет, звоните в областном, областной суд просто дублирует, то есть они уперлись и сами себя топят. Пришли, похлопали, судьи тоже так поморщились в областном суде, ну то есть уже резонанса нет, уже как бы забывается тема, но тоже признали угрозы, да, каленок страшная штука. Передали Верховный суд и операцию, и Верховный суд подтвердил дважды, там сам Верховный суд, еще была то ли коллегия, то ли какая-то ассамблея, там самые высшие у них органы, и дальше саму точку поставили, что да, каленок признать угрозой финансовой системы России, признать их способствующей созданию мирового финансового кризиса и признать, что там могли пострадать эти группы граждан. А че, ну признали, для меня это победа. То есть если бы их на первом заседании в Егорьевске отослали бы, была победа, что Кулиону выиграли. Если их признали, я тоже выиграл. То есть признали угрозой. То есть они попали в Суцванг. То, что они любое их решение запретить Кулиона или разрешить Кулиона, это в любом случае поражение государства. Слушай, ну там же какой-то реальный срок 8 лет, насколько я помню, ломился. А уже, понимаешь, когда это уже перевели в Шапито, то есть я уже способствовал, что из этого превратили просто комедию. То есть выставили государства и всю эту прокурорскую судебную систему их выставили как клоунами. Если бы они еще бы мимо лично уголовное дело, тогда уже действительно был такой абсурд, что там уже расширил. И они, я так понял, что как-то замяли, замяли, замяли и забыли. То было запрещение суда. Мы приехали, супер победа отметим, нас признали угрозой. Но эту форму реальность. А мы же отказали, мы же, у нас обязательства, деньги люди знали, у них на руках Кулиона. Мне нужно исполнять свои обязательства этим, возвращать продукцию, продукцию, картошку мы не посадили. Потому что картошку мы начали бы деньгами, либо переначивали на мясо, на молоко. Если я Кулиона буду убрать, то я нарушаю решение суда. И здесь они начинают слеживать. То есть решение суда было уничтожить и запретить хождение. Если бы я обратно принимал Кулионы за эти яйца, вместо картошки, получается, я нарушал. Да, нарушал эта статья. Либо я кинул бы людей. Извините, да. Хотели как лучше, получилось навсегда. Да, и обращать девчон к прокурату. Я попадал бы тоже по 159-ю, как мошенник. То есть у меня тоже, они пытались меня вогнать. Мы что делаем? Мы этот Кулион публично сжигаем, там пачку Кулионов публично сжигаем. Приехала газета «Коммерсат» и журнал «Деньги» их. Публично сжигаем, там большая статья, что они горят в костре, есть фотокатки. В этот момент, в этот же день вводим новую форму бесконечного Кулиона. В одном Кулионе, безналичный виртуальный Кулион, в нем 100 путинок, в каждой Путинке 100 набиуллинок. А в одной набиуллинке 100 фбс-блоков, фундаменты бетонные блоки, двухтонные. В каждой набиуллинке по 100 бетонных блоков. Вот это обеспечение Кулиона получается. Я это публикую. Посмотри, какой Кулион. В каждой Путинке 100 набиуллин, в каждой набиуллинке 100 фбс-блоков даже. Какого-то хрена приехали судебные приставы, мы с ними сделали селфи. И я им, а что хотели, они то ли изъять, то ли спросить. Где бетонные блоки, наверное, хотели спросить. Нет, они еще не знали об этом. И одновременно вместе с этим я им предъявляю новую форму. То ли хотели бумажные, запретили, то не вопрос. Мы сделали железобетонные. Вот в одном Кулионе, я сейчас не помню, в одном Кулионе умножить 100 на 100 – 10 тысяч, 10 тысяч еще на 100 – 1 миллион, в одном Кулионе 1 миллион фбс-блоков. Изымайте, попробуйте, оцените, смехуёчки они как-то позволили смикшировать вот эти обязательства. То в тот момент я как раз узнал эту осень 2015 года, я уже услышал впервые про биткоин, да, уже зимнее время, там работ нет, интернет, стал изучать, что такое биткоин, что такое блокчейн. И почувствовал, что где-то как раз Кулионе такая же анархическая модель, еще про него никто не было вот этого хайпа, не было каких-то популярных статей, все это было такие математические, энтузиатские форумы, криптоанархисты, в основном шифропанки, они как раз вот создавали эту структуру. Хорошее слово – шифропанки. Да-да-да, я как-то там пытался, причем получил эти первые биткоины еще, получается, в 2015 году, я продал… То есть ты их намайнил или как, или купил? Я с утра купил там, значит, знакомых. По какому курсу? Долг тогда стоил, что-то около 150-200 долларов, я продавал еще за биткоины новогодние ёлочки с питомником, тоже там у кого были ребята, то есть, которые мне сказали, давай новогодние ёлочки, ну прикольно, создадим прецедент, впервые биткоин покупаем, там пицца была, давай попробуем это на ёлочках. Это был Новый год в 15-16. Вот я как раз хотел сказать, я в одном из интервью прочитал, что Михаил первый в мире увязал реальное производство с криптовалютой. Это вот следующее, да, это не интервью, это уже признание. Это признание, да? Да, это уже… Вот я сейчас до этого доведу. Да, давай тогда, да, не буду трогать. Да, вот это очень важный шаг, ты трогал, но чуть-чуть опередил. В 16-16 году я стал у тебя разбираться весной, а потом была пассивная, как-то лето пришло, углубился уже в практическую тему, и мы сделали… Ну, то есть, ты сам сидел здесь, читал об этом? Ну, по ночам, когда утром я встаю там в поле, а вечером, когда время есть, у нас что-то интернета здесь не было, и там очень сложно было скачать какую-то страницу с форума, кэшировал, да, и просто перечил по 10 раз. Не было популярных изданий, это всё либо было переводные какие-то, то есть, сам переводил эти, либо вот это интернет-форума, где энтузиасты были. И познакомился, опять же, с Эмиркоином, который мне рассказал, и с такими людьми, которые там удалось познакомиться, то есть, американцы, немцы и москвич один был. Они мне показали, рассказали, как это практически, как это делалось. Но ты их нашел в интернете? Да, 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 да. Я попробовал их майнить, поставил как раз зимой, это мы весной поставили, асип поставили в курятник, и выглядел другую, то есть, тепло уходило как раз в курятник, то есть, он выделял, то есть, одновременно майнились биткоины. Я обогревался курятник. Я обогревался курятник, да. Сколько было вложено в эту ферму майнинговую? Да бесплатно, по цене тогда, по цене металлолом ушел. То есть, там каждый месяц обновлялось новое оборудование, то есть, там была динамика. То есть, месяц отработал, нужно выбраться, ставить новое. Вот я забрал тот, который отработал, поставил, но он тоже приносил, то есть, производительность была другая, но это просто как бы мне нужно было протестировать. Ну, попробовать, да? Да, руками, то есть, я устроил для того, чтобы реализовывать вот эти все в натуре. В июле мы подготовили вот это IPO. IPO – это, значит, там компания выходит с акциями на рынок. На внешний рынок. Да. Также мы вот сделали то же самое, только на блокчейне. Создали вот эти паи, калионы, 24 тысячи рублей был один калион, тоже кратно он делился там. Сейчас уже не вспомнил, но он делился там по месяцам. Удобно, по годам, то есть, 24 тысячи рублей. И, в принципе, не такой уж был обременитель. Ну, то есть, ты это сам придумал? Или тебя кто-то направлял вот из этих своих, с кем познакомишься, сам придумал? Я создавал вот эту конструкцию, архитектуру, а мне уже по аутсорсу друзья выдавали инженерные решения. Как там, как в темографии дизайнерское было решение по аутсорсу. Здесь мои хотелки, мои придумки экономические, их клали на блокчейн. Это мне помог как раз и Меркоин. Создали вот это первое решение, первая ферма, первое сельхозпредприятие, первое вообще предприятие, которое перешло на работу блокчейн, которое на земле. Тут же за три часа я делал, опять же, без пиара, без рекламы. Опять же, уже в фейсбуке я пишу или в журнале пишу объявление, что вот мы калион сейчас переформатировали и выпустили его на блокчейне. Один калион стоит 24 тысячи рублей. И так правило, что он позволяет. Он для инвесторов позволяет, опять же, как вступительный билет, пользоваться нашей программой лояльности. То есть, уменьшает стоимость товара. То есть, он 24 тысяч рублей, я покупаю клетку, начинаю производить на него, на себя, на того парня, увеличив производство. И человек покупает уже по себестоимости. Но это локальное производство получается. Да, только для себя, только для своего хозяйства. Я отвечал для своего хозяйства. Человек, я еще готов у него всегда в любой момент выкупить, за 24 тысячи его обратно выкупить. Это акция. То есть, она акции позволяет участвовать в таких вот экспериментах, но можно ее передавать кому-то. Ответственность эксперимента опять была у хозяйства калионова. Не деревья там, не чернышка, а опять некая хозяйства калионова. Но, поскольку у меня уже не было там рыбы, мяса, мы объявили, в течение трех часов 30 акций, 30 калионов было выкуплено. Через... По 24 тысячи. По 24 тысячи рублей. Вот здесь я испугался капиталем. За три часа 700 тысяч рублей. А я не готов к этому. Я думал, ну, пять, ну, десять продадим. И так уже прикинул, что там, там, кулять, там, коптилку поставят, там, какой-то. Еще чуть-нибудь. Тут за три часа я закрываю, делаю объявление, что, а, хватит таких инвестиций, дайте разобраться. Дайте понять. Дайте понять. Где-то неделю я думал, куда идти деньги-деть. А эти деньги как, физически были? На карту Сбербанка приходили как физику. На карту Сбербанка? А взамен человек получал, да, какой-то кошелек с калионовым. То есть я бы сразу же готовил форму, он там что-то скачивал себя, и транзакция, запись в блокчейне, подпись электрода. Он ее... Но это все проверяется, насколько я понимаю, это все в открытом... До сих пор это все лежит, можно проверить. Все по датам, по срокам, с хронометкой, с суммами, это все лежит. Где-то две недели у нас там мало, как раз началась уборочная. Причем обязательства мы и начинались через полгода. Декий я взял, я говорю, курица же не может, вот вы вложили 24 тысячи. Я не могу из мульсового яйца, чтобы оно несло. Значит нужно инкубировать, докормить, навесты дотянуть. И только через 6 месяцев курица начнет нести яйца, и тот же петушок. Я могу там бролера, но тоже там 3 месяца его нужно, чуть пораньше. Но картошку вы тоже... А картошку вы вообще получите только через год. Если до осени было. Да, если только через год 3 картошку. Добро, но зато это мне позволяет сейчас расширить ассортимент. Вы можете теперь сейчас рассчитывать осенние заготовки, которые немедленно будут. То есть я могу начинать покрывать текущими, но со скидкой не больше 10%. Это типа мой знак доброй воли. Карион давал право автоматически скидку на продукцию. Я таким образом начал формировать программу лояльности. Я говорю, а люди все соглашались, для нас это эксперимент, кто-то говорит, да по приколу. Причем это москвичи получали продукты. А те, кто из Америки, из Европы, из Китая, из Казани, люди брали. Я же им не мог привезти туда ни яйца, ни картошку послать. Они получали какие-то дивиденды. Я тоже еще не предполагал, какие дивиденды. Я говорю, все равно дивиденды вы получите. Я говорю, давайте мне обратно. Карион, присылайте. Я вам деньги отправлю 24 тысячи рублей. А за карионом здесь уже очень стоит. Я перепродал. Там уже люди говорят, давай за 50 карион. Я говорю, нет, я не могу. Мне надо сперва вот эти полгода поставить. Понять, куда делать деньги. Поставить эту схему, да. Нет, уже результат, чтобы замкнулся эксперимент. Забрать там можно было. А как он пойдет? Мне нужно было полгода. Начали думать, думать. Как-то первые такие овощные поставки там закрылись. Ну тоже мясо было, куры были, всякие банки. Банки в смысле консервы? Ну да, 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 закрутки. И буквально через две недели пришла идея выпустить фьючерс на блокчейне, на домайнены бары самогона. У нас рос алкорегулирование. Мы не можем, гнать мы можем, пить мы можем, мы не имеем права продавать или куда-то транспортировать, перевозить. Это запрещено. Значит, и что мы делаем? Аналогия с нефтью. Ефть закопана. Какие-то шустрые банкиры придумали фьючерс. Вот давайте через 10 лет в эту... Можете забирать. Если там останется, или если откроете. Напечатали на несколько миллиардов долларов фантики, назвали фьючерсу на баррель нефти. Кто-то не поверил, а вдруг не получится. А другие банкиры взяли, да насрать на эту нефть, мы получили спекулятивный инструмент. Я это показываю, что выпускаю там на бочку самогоны, ставим там QR-код, сертификат, записываем транзакцию в блокчейне и продаем этот дериватив фьючерс. Мы продаем, если, допустим, условно говоря, там самогон стоит литр 500 рублей, а я говорю, что мы фьючерс на 12 лет. Через 12 лет мы эту бочку откупаем, и у него цена будет уже не 500 рублей, а у него цена будет 10 тысяч рублей за литр. Вот по аналогии с виски. Может быть, и будет, а может, и Дуля Ангелов идет, может там еще сами выпьем. Ну, не важно. Но фьючерс продаем в диапазоне от 500 рублей до 10 тысяч. Я, по-моему, делаю около 3 тысяч рублей, продает он. Слушай, ну люди на это идут? Более того, это настолько стало популярно, что вот это решение, его там чуть ли не на какой-то Нью-Йоркской бирже пропиарили. Торговали. Просто перед началом торговли там музыканты выступают, президенты, все сенаторы выступают, там каждый устраивает шоу какое-то. И вот кто-то перед началом выступления, он, чуваки, вы охренеете, вот я из России фьючерс за сапогом приносил. На 10 лет. И он стал как неким таким, не приколом, а таким инструментом, то есть его там дарили, я знаю. Его там на каком-то там корпоративе разыгрывали. Но это очень похоже, как вот Луму продавали в свое время. Да, да. А самогон у меня стоит, а я продал просто какие-то обязательства, какой-то дериватив, который сам объявляет ценность. И те, кто им владеет, им столетки нужны. Я в Америку никогда не отвезу этот самогон. Они получили... Спекулятивную бумагу? Да. А здесь мне стали, ну ты мошенник, мы-то умные, мы понимаем, что ты прав. Продал. То есть умные не купили. Ну потому что самогон нам не дашь. Американцы дураки. Они понимают, что они получили дериватив обеспеченный чем-то. И навесной, и приколами, которые торгуют, на которых можно деньги зарабатывать. Почему русские бедные? Потому что шибко умные получается. То есть... И потом я подумал, а зачем я тогда вот выстраиваю? Тогда же и колеон, можно сделать ту же курицу, сделать там фьючерсы. Это обычно предоплата, по сути. Это сейчас такие традиционные существуют схемы. Там либо корова на балконе, где-то в Челябинске, либо там какой-то сыр отложенный. То есть предоплату делаешь, ну и в принципе в магазине. То есть ты заказываешь, оплатил деньги, и тебе пиццу только через час повезут. Я позавчера в гостинице утром заплатил за ужин, который мне после закрытия КП принесли в номер условно говоря. Это фьючерс, да? Да. То есть к нему просто прикрутили вот красивое слово блокчейн, криптовалюты, которые еще никто не знал. А я это все руками щупаю. Я это все привязываю к земле. Я это привязываю к не мошенническим схемам, а к финансовым таким алгоритмам. И получается это все, и математически я вижу схемы. Ко мне приезжают, опять же, новая волна потянулась журналистов, уже пошли вот эти ученые, экспериментаторы, стали эту тему изучать. Я в январе познакомился вот с новой блокчейн-платформой, с ребятами. Они новый инструментарий сделали. Я изучил этот инструментарий, выпустили уже криптовалюту. У нас было криптовикселя, то есть были бумажные, потом были безналичные, потом криптовикселя. И вот в апреле 2017 года я объявил, что колеон теперь становится валютой. Собирайте деньги. И вот здесь вот это сообщество криптоэнстузиастов, шифропанков. Еще не было такого популярного. Это все такое гики, фейки. Они ждали, когда три года... Кто-то сказал, что когда же биткоин опустится в реальную экономику. И ни у кого три года не получалось. Все это либо программирование, либо какие-то решения. А тут какой-то крестьянин из Москвы, какой-то истории уже, какой-то известный колеон, вешает в реальную экономику. То есть собирает биткоины, выводит криптовалюту в реальное товарное производство. Об этом пошел сперва как-то медленно и медленно, потом об этом пошел... Я даже забыл, у меня началась опять же очередная посевная. Мы уже забыли, потом мне позвонят, ты говорит, посмотри, у меня там идет просто вал денег туда сыпется. Крипто-кошелек, что ли? Да, да, да. Мы поставили движок, специально там алгоритм поставили. То есть люди засылают под обещание. У них высвечивается, сколько я потом колеонов отдам. Это все работает без моего участия, без рекламы. Мотивация, скорее всего, была, это то, что, ну, впервые, наконец-то, биткоин опускается в реальное производство. 30 апреля я смотрю на кошельке, у меня появляется сумма там в полмиллиона долларов. Опять у меня. И кто-то там 40 биткоинов один платежо переводит. По факту. У меня опять паник, я опять закупал. А биткоин 24 тысячи, напомню. А, 40 биткоинов переводит. А, 40 биткоинов, не колеонов, да. Биткоинов, да. Колеонов еще не существовало, а валюты не существовало. Я опять сходил за голову. Мне все кричат эти, продолжай, открывай. У тебя сейчас там миллиардером станешь, на острову есть там на своей яхте, на самолете. Я говорю, а как же это полмиллиона долларов? Для моего маленького хозяйства, который, я 700 тысяч рублей. За 10 тысяч долларов я уже голову ломал. А здесь полмиллиона шлют. Я кричу, что все, ушла, стоять. Уж, пожалуй, можно, ну, последний разочек. Но на столице можно еще денег дать. Закрываем эту тему. 400 биткоинов, тогда он стоил где-то, по-моему, около 1000 долларов. Опять же у меня непонимание, на неделю я беру тайм-аут. Бухаем, что делать? Надо отвечать теперь, надо дальше проводить. Что мы натворили? За что такое счастье? Надо выстраивать уже по-серьезному. То есть была как бы тестировала. Вдруг получится. Как вот с теми же бумажными деньгами. То есть аналогия один на один. Как и притащили нам в них. Курьеры с типографией бумажных кривонов. Так и здесь на Сыборе. Да. Полмиллиона долларов. Для частного хозяйства, маленького. Ну ладно, тайм-аут выпили. Хорошо, как раз посевная прошла вовремя. Выходим в лето. Текущие дела. И тут начинается хайп. Все газеты там, Forbes и всякие там эти. Опять же CNN, BBC, Блутберге, агентства там первых. Опять этот чувак. Опять этот чувак создаёт прецедент. Он собрал полмиллиона долларов без компьютера, без интернета. На новом инструментарии. Вся страна начинает на ушах стоять, блядь. Все хотят калифон. Ой, все хотят эти криптовалюты. Все хотят. Но если вон деревня-деревня, без интернета, без компьютера полмиллиона, то у нас-то Москва-сити здесь. Ну тут машины, девки грустастые, там компьютеры дорогие, интернет там беспроблемный. Сейчас-то мы-то миллиарды соберём. Начинается этот хайп. Ко мне опять же, скажи секрет. Ребята, ну нет секрет, просто у меня есть уже история, есть понимание, как это делается. Есть имя, которое прозвучало в свое время. Да, и ответственность. То, что я погашаю, тут работает схема. Чувак, ты нахрен свою схему, скажи как бабла срубил. Я начинаю про калифоны, про программу лояльности, про выстраивание вот этих производств и расширение корзин. Чувак, скажи как бабла срубить. И со своей корзином выделить. И вот опять, я здесь начинаю шарахаться, дистанцироваться, но опять каждый день журналисты. Каждый день вот эти, там в Сколково пригласили, там народу собрали. Причём было в Сколково там пять кейсов. Альфа-банк выступал. Там какая-то социальная сеть выступала. Авиакомпания Джей Сейвен. Ещё кто-то из крупных, какая-то американская. И Калионова. Альфа-банк. Социальная сеть. Калионова. Я тут, я рассказываю как ездим. У меня там ведущий, ты говоришь, у тебя есть презентация, там флешка, мы говорим, у нас Сколково обеспечим. Я думал, хрен знает, компьютера нет, я ни разу это не делал. На улице происходило, и мы сидели на бочках. То есть бочки там стилизованные под кресло такие, ну обычные. Я как Чапайли, картошка туда-сюда, туда-сюда. Как по самогону сказал, там овации. Это альфа-банк. Ой, можно с вами что-то сделать? Заработало, тема заработало. У меня пошли первые вот эти выпуски. Я всё-таки эти калионы раздал людям. Завели их там на биржу. Где-то он стал торговаться, стал уже изучать. На фоне хайма появились уже популярные издания, которые стали уже по-человечески объекты. Там народ вошёл, и пошёл резкий рост биткоина. Мы начинаем с тысячи рублей, потом две тысячи, потом три тысячи. Потом раз, где-то до двух тысяч упал. То есть люди стали скупать, потом он упал. У всех парик. Я говорю, ну две тысячи. Я говорю, вообще с нуля. Чего мне паниковать? Мне картошку надо убирать. Поставили там на биржу, поставили все эти инструментарии. У нас стали применять уже расчёты в калионах. Людям это понравилось. Дискортируют. Мы перевели те калионы, которые были. Вот 24 тысячи рублей, мы поменяли их людям. Новую форму. То есть здесь получилось универсальное. И получился инструмент, который обеспечит а и производством, б и вот этим биткоинами, и третье это ещё биржевыми спекуляциями. У всех эйфория, биткоин растёт, калион с ним растёт. Калион вот продавали за 1 доллар. К декабрё калион стоит 10 долларов, биткоин стоит 20 тысяч долларов. У меня состояние получается 10 миллионов долларов. Слава Богу, начался вот этот спад, который до сих пор продолжается. То есть ты радуешься спаду? Я бы просто тогда не смог бы выполнить. И наоборот, я сейчас получил вот этот, так скажем, опыт в полевых условиях. То есть все, кто покупал в семнадцатом году, там очень много фондов, очень много вот этих всего, вот были сборы, там мошенники, пирамидные схемы. То есть много людей брали. Кто покупал биток, в смысле? Да, там лавки-лавки участвовали, там много кто создавал вот свои валюты. Какой-то завод, там в Челябинске дело, в Магнитогорске. И разворотило то, что вот эти сборы выросли огромные. То есть люди встали в офис «Москва-сети» им подавая, конференцию то ли в Дубае, я не поеду, может быть, в Швейцарии тоже, я в Сингапур хочу. Да не просто там конференцию еще, там с яхтами, круизы хочу на лайнерах. Народ почувствовал себя супер-крутыми инвесторами, супер-гуру. То есть купив один биткоин, за тысячу долларов стало 20 тысяч. Куплю жене сапоги, мы помним МММ. Да рот пошут. А я, как крестьяне, лопатами в поле картошку добываю осенью, в мешки отправляю, создаю там какие-то прецеденты. У меня здесь Берлинский университет пишет диссертацию, Чешский университет пишет диссертацию. На хайпе приехали, Академия наук, сказали, у нас 80 человек, создали группу по изучению калионов, грант получили, наливай. Приезжают всякие вице-мэры, вице-министры, вице-губернаторы из Академии хозяйства управления при президенте. У тебя, говорит, преподают калион. В высшей школе там преподают калион. Калион там звонит на всех конференциях. Приглашают во всякие эти круизы, конференции. Я говорю, братцы, я ничего не понимаю о ваших биткоинах, ваших блокчейнах. У меня есть компетенция в калионе. Я знаю, как он работает. Да ты не хер, мы тебя научим. Мы тебе все беседимы. Мы приезжаем, мы тебе в Москва сеете. Только давай нам вот свои тут ключи от тех биткоинов. Мы тебя всего научим. Давай на фонд. У нас сейчас фонд. Мы сейчас выпустим криптовалюту. Там на ней будет московское метро ездить. Крипторобль там захватим. Сперва вот только вот не знаем, то ли Америку спират, потом Китай, то ли спират Китай, потом Америку с вами. А я как потихонечку сижу, там куреете, яйца продолжаю инкубировать. И вообще не выезжаю из калиона. Ну, как бы мы исчезли из публичного пространства. Пошло пике биткоина, катастрофа, все эти суперинвесторы, все языки в жопе, все вот эти виртуальные проекты. По захвату мира. Пропали, фонды лопнули, люди, там миллиарды убытки, там порядка, люди пострадали порядка, где-то 600 миллиардов, 600 миллиардов долларов люди потеряли. У меня здесь, ну, было 10 миллионов, осталось сейчас 2 миллиона. Ну, да, потери бы огромные, конечно, если бы их на столе вылезали. А у меня это все в хозяйстве, у меня привязка растет. Я получил вот этот опыт. Хозяйство растет, мы ее расширяем, закаленную покупали, да. Трактор покупали, там солярку закаленную покупали. Мне даже вот эти нефтяники, я сперва не мог понять, почему они так радовались, только когда закаленную солярку купили. Оказывается, им выгодно было найти альтернативную схему. И они даже заявили, мы можем из всех фермеров России поставлять им отдельную солярку за вот эти частные деньги. Много знакомств, много сюда приезжало людей. Кто-то пытался повторить. И что мы сейчас имеем в результате? Несколько хозяйств, те, которые пошли и самостоятельно, и пошли вот последовательно, шаг за шагом, начиная с мешка картошки или там с одного яйца создавать, они более-менее разобрались в этой схеме и вот готовы там к следующему шагу. Те, кто, я даже про фермеров сейчас скажу. Те фермеры, долги, которые приезжали, особенно городские со стартапами. Вот я знаю, как накормить весь мир крольчатиной. Я говорю, ну как, давай миллиард кроликов купим, ой, выпустим сейчас. Цигун. Ебани. Электроны. Ебани. Красиво. Отличное имя, да. Все купят его, мы купим всех этих французских там прародителей, как они говорят, запустим, весь мир закормим, его окормить. Главное купить, главное, чтобы деньги собрали. Вот эти стартапы сразу отвалятся, я там даже перестал с ними разговаривать. Другие, у нас уже, говорят, действующие, мне нужно там 70% уходить только на корма кроликов. Я говорю, ну давай, выпускаю валюту, если она у тебя обеспечена. Я, говорит, спросил, на Кобелькор, заводите меня, послали нахрен. Я говорю, хорошо, поехали вместе. В Хасу приходил, в кассиршу, я говорю, Кобелькор продадите там мешок за клены. Я не знаю, что такое клены. А за биткоины. А, что-то я слышал, сейчас позвоню старшему. Старший приходит. Ну я сам-то, нет, а вот у меня племянник биткоины. Позвонил. Да, возьмем. Я говорю, сколько племянников? Он говорит, через два часа приедет. Я говорю, а за доллар? Чувак, доставай. Я говорю, с рублями отдам кассиру, чтобы она вообще не знала. Я говорю, выгодно. Я говорю, с кроликами рядом стоит. Я говорю, вот этот договор с ними занял буквально 15 миллионов. А клен конвертируется к биткоину, к доллару, к рублю. То есть просто. А потом с другого Кобелькорова завода приезжали. Говорит, мы на миллиард рублей розницу готовы отдать вот именно за криптовалюту. Розница фермера покупает, примерно за наличку, около миллиарда рублей. За год? За год. Вот эту, говорит, она нам так неинтересна. Вернее, как бы мы вот эту можем передать вот именно под криптовалюту. То есть делается, физик становится перед кассой. Он получает там клеоны, рубли в кассу. Мы долю умеем еще отсюда. Ты печатаешь деньги сам по себе, мы их там закрываем рублями. Ты плачешь там дороже, мы тебя отгружаем дешевле за миллиард. То есть опт в ферме бьет эти. Схема склапывается. И вот, ну, чтобы вот этот, то есть из чего мы берем недостачу. То есть я ему плачу, готов платить дороже, а он мне отпускать дешевле. Мне покупатель, заказчик оплачивает меньше, я зарабатываю больше. Это вот за счет того, что из виртуальной экономики, которая где-то там в небесах, сюда идет ручеек вятых денег, долларов, рублей. Все-таки в... А я просто клеон стоит рядом с этим ручейком. И в клеон, через биржи, через инструментарий. Сейчас на смартфонах этот инструментарий. Каждый день дома появляется. Мы так или иначе из той фаршивой экономики, где там воровские, где там вот эти криминали, где там наркотики, где оружие торгуют, взятки дают. Оттуда поток, они сейчас выстроены, связь между традиционными схемами и черными схемами. То есть из традиционных бизнесов входит в виртуальные, из виртуальных выходит в традиционные бизнесы. Я просто клеону нашел здесь вот эту нишу, сидим рядом с ручейком. И это позволяет черпать бесконечные инвестиции, комфортные инвестиции. Бесконечно долгие, с отрицательной ставкой по отношению к банку. Это позволяет сейчас эта схема работать. Но я ее не смогу не нарисовать, не смогу сделать в виде учебника. В презентации, поскольку у меня нет компетенции математики, экономиста, финансиста, банкира или там ученого. Это должны делать компетентные люди. Тот первый, вторую версию, третью, клеона, который за 24 тысячи, мы даже сделали, там программисты сделали опенсорсное решение. Оно опубликовано на гидхабе, оно опубликовано. То есть там любой в течение 15 минут может повторить этот клеон фьючерс, на бары с самогоном, может за 15 минут повторить просто по инструкции, где она с картинками, с описанием. Там все один в один написано. Вот эту четвертую форму клеона, который сейчас, но ее не стали делать, потому что, вот я тут получил опыт, так скажем, негативный, за счет зависимости от волатильности биткоина. Вот четвертую, да. Я сейчас, в течение этого года, я выпускаю пятую форму, супер клеон, супер улучшенная форма, где мы избавляемся вот этой волатильности биткоина. То есть без привязки к другим криптовалютам? Да, вот к рынку криптовалют. То есть в пятой клеоне будет больше от первого, поскольку там сто процентов было наполнение продуктами. Повторным без наполнения. В третьем было 50-50. В четвертом, наоборот, в основном только криптовалюты, потому что биржевые спекуляции. То есть я нарушил баланс. А в пятом, мы находим баланс, там будет примерно где-то по 25% каждого элемента. То есть там устойчивость будет фантастическая. То есть он будет, я уже примерно представляю. И поэтому я сейчас особо не пиарю, особо не распространяю этот сегодняшний, потому что я знаю, что есть, так скажем, системная ошибка, которую мне только я один могу исправить. Никто уже не поможет. И я сейчас не, так скажем, не клонирую. Я говорю, ребят, пожалуйста, хотите такую же получить кальон в своем хозяйстве, там, не знаю, там, лимон коин, там, мёда коин, там, кофе коин. Ради Бога, пройдите последовательно эту процедуру. Если вы все узнаете, то как раз где-то за 3-4 месяца вы подойдете как раз уже к тому решению вот супер кальона в пятой форме, пятой версии кальона. И вот тогда все схлопится, тогда вы получите классные деньги. Но если вы не пройдете эту процедуру, вы просто, ну, совершите ошибку и не поймете инструментарий, как она заработает. Вы просто тупо будете считать, как перевести его в рубли. Вот, да, я тоже сейчас сижу, вот сходу совершенно непонятно, и пытаюсь перевести его в рубли. В рубли очень просто. В рубли очень просто здесь. Я вам просто, опять же, пример. Вот у меня есть сады здесь. У кальон, я повторю, три компоненты. Это производство растущее, с растущим ассортиментом, с растущими объемами. Это золотой запас биткоина и биржевые спекуляции. Вот когда они дебалансируют, когда они не сочетаются, происходит вот эта катастрофа. Где-то здесь больше, где-то здесь меньше, где-то провалился. Если все в товарное производство бросить, то это будет просто фьючерс. А если биржа преподносит какую-то сверхприбыль, куда ее бросить? Либо в накопление, либо в производство. Либо в расширение, либо в увеличение объема. Вот здесь вот эту очень четкую грань, она дается только таким эмпирическим путем, методом работы. Сейчас что можно сделать? Сейчас можно просто пройти вот ту процедуру, и люди пойдут. Есть в их два условия. Если это будет последовательность и понимание реальных целей. не захват Америки, не создание там супер-купера. Вот если там зрители видели, Дмитрий Кузко, когда познакомился, когда он разобрался в Калеоне, мы долго обсуждали этот Калеон, он интуитивно понял, что это классный инструмент. Он действительно может там расширить свой этот хозяйство, мангалицы своей. Но он не понял вот этот инструментарий, когда вы ему задали вопрос, а как практически сделать? Вот он здесь растерялся. Он просто с этой идеей ко мне приехал, после тебя как раз, да? То есть глаза горят, а у меня на самом деле вот чуть-чуть свою историю про тебя. У меня есть списочек, кому бы надо съездить. Михаил Шляпников написано, Калеон, это несколько лет назад. Подмосковье, туда-сюда. А Дима стал катализатором нашего приезда, моего звонка тебе, к чему я ему благодарен безумно, что мы сегодня приехали. Замолкаю. Вот, то есть он услышал интуитивно, что Калеона могут решить, действительно там глобальную кооперацию, народное предприятие. Но он не понял механизмов, он не понял инструментарий, как смартфоны, где, куда, чего, как программками это все обеспечить. Как там на биржах, в кубке продажи. И вот я сейчас, наверное, в эволюции готовюсь к пятой форме. Я часть, так скажем, хороших функций оставляю, а негативно отсекаю. И вот эти хорошие функции можно там за полгода, в общем-то, научиться, привлечь опять же общество лояльных участников, потребителей, создать систему программы лояльности. И когда уже будет пятый Калеон, тогда уже быть готовым во всеоружие его принимать. Но мне нужно там несколько таких рисковых маневров, еще опытов провести, тестов. Ну и, собственно, привязать их, я все-таки на земле живу, привязать их либо к весельным продажам с питомниками, либо уже дождаться осенних. Урожая, да? Урожая, да. То есть сейчас делать в межсезоне, это у меня не математическое и виртуальное обеспечение. Вот здесь вот либо я это в мае где-то выпускаю, либо уже где-нибудь ближе в октябре. Сейчас поэтому я в продолжении тестов дальше. Вот это все тестирование, вот это все тиражирование, много попыток делается. Еще одна большая-большая беда, это когда узнав человек опять же вот о таких возможностях, особенно фермеров, которых там есть за спиной уже там многолетие производства, считает, что ВАУ это просто замена банку. И про себя уже просчитывает, что я просто люди собирают, деньги я им отдаю там, допустим, апикоин или там мидокоины отдаю, а все деньги не тратят сюда. Шерни партики. Люди получают апикоины, которые нигде обменять невозможно, только им через... Через мёд. Через три года он может погасить мёдом. Зачем? Такая же ситуация была... Интересный такой показательный случай. Парень там выпустил обязательства песчаный токен. Вот у меня вроде бы я вижу поляну, в ней там 40 миллионов кубометров песка должно быть закопано. Я беру у вас деньги на карьер, покупаю технику, и московским строителям в паре по 5 долларов за куб. Реальная экономика. Токен стоит... Токен равный кубометру песка, а токен я продаю там за 2 доллара. Вы получаете, когда я продам, 5 долларов. Не просчитав эту схему, никто не разбирается в песке, люди блюют. 2 доллара вложили, 5... Получаем. Круто. Ничего не делая. Накидали ему 3 миллиона долларов. Накидали. Пришла весна. Песка нет. Техники нет. Лицензии нет. Он говорит, да. Я вам должен... Сколько у вас там? Тысяча кубов. Приезжайте, я вам... Тысячу кубов песка выкапывайте. Пошли обвинения, послезла катастрофа. Это называется сосказом. То есть человек, нехая обмануть, он просто прокололся, что он не смог построить этот карьер. И потом зачем мне тысячу кубов метров песка, когда я рассчитал получить 5 тысяч долларов вместо двух вложений. Катастрофа пошла по всей криптоотраси, дискредитация. Многие такие мошеннички, там были специальные. Многие просто прокалывались по неграмотности. В это отношении к Оленкам остался такой стерильный, незапятнанный. Все про него слышали. Я не лезу во все эти конференции, я не лезу в какие-то сообщества. Я продолжаю на земле ковыряться, экспериментировать. Хотя попытки там затащить, там в Госдуму, там всякие... Вот-вот-вот хотел спросить, я слышал, что чуть ли не Госдуму консультировал по криптовалютам. Там не сколько Госдумы, там много вот этих... И Центральный банк ко мне, как бы у нас остались контакты с людьми. Они тоже иногда угрожают, мол типа мы за тобой наблюдаем. То есть не всегда они смотрят. Из Госдумы, когда они там стали формировать на пике в семнадцатом году комиссии по подготовке, то есть хотели тоже Родину спасти, стали формировать экспертное сообщество. Набрали там сто пятьдесят человек с улицы в Москва сидит. Кто разбирается? Биткоином. В метро крикли. Все. Меня спросили, я говорю, да я в них не разбираюсь. Ну как, у тебя там вот это есть, ты знаменит, там все это. Я говорю, нет, иди в жопу, я крестьянин, у меня есть, я в этом разбираюсь. А как там Родину спасать? Вы же за это деньги получаете, зарплату получаете. Вот вы и спасаете. У меня компетенция очень достаточно узкая и я не хочу там участвовать в спасении Родины. Я в этом разбираюсь, да мне это нравится. А вы депутаты или вот ваши эксперты во всем сейчас, все же любого спросили. Сейчас любого человека разбирается в балете, в космосе, в экономике, в Сирии, в сельском хозяйстве. Сто процентов. В медицине и футболе. Да, любой спроси, как тут же объяснит, как тут выращивают, когда я там надое, еще там они там яйценоски издают или там. Я это когда колосятся, это все тут объяснят. Поэтому я тут сразу, ну отчасти где-то действительно придуряюсь, отчасти, в общем-то, я искренне говорю, что мне неинтересно вас там консультировать, поскольку у вас там совершенно у нас разные поля. У меня есть компетенция в создании экономики. Но я перехожу уже вот с 1 января, вот буквально мы приехали месяц назад, у нас принято решение. Мы делаем следующий поступательный шаг. Четыре с половиной года мы экспериментировали на локале, на своем хозяйстве, с партнерами, со своими рабочими. Со своими деньгами, с деньгами заказчиков. Что-то получилось, что-то не получилось, где-то доходы, где-то убытки, где-то косяки. Сейчас мы с 1 января переходим уже, эксперимент переносим на сообщество, на социум, на жителей деревни, те, кто желают участвовать в этом процессе. То есть для этого мы создали ТОСКО Леонова, те, кто подписывают, это становится неким таким... Что такое ТОС? Территориальное общественное управление. То, что нам в 2010 году не дали создать, сейчас, наоборот, попросили поддерживать, если вы этот эксперимент проведете. Это к вопросу о гражданском обществе. Да, то есть мы теперь вот эти механизмы скриптоэкономики, нестандарты, переносим в социум. Как сейчас правительство объявило, ну, Россию надо спасать, мы сейчас цифровые, там, триллионы заложили на цифровизацию России. Точно так же, как триллионы закладывали на импортозамещение, на здравоохранение, на образование, на науку, триллионы закладывали, результатов нет. Сейчас опять триллионы заложено на цифровизацию, заменяты рывки и прорывы, сейчас делят эти триллионы. На минсельхоз заложено, на цифровизацию сельского хозяйства заложено 2,4 триллиона рублей, где компетенций ноль. Но люди получают доступ к этой кормушке. К этим чудовищным деньгам. Я им не просто не нужен, я им опасен. Которая модель уже отработана, они, по идее, должны меня каким-то образом дискредитировать и отодвинуть. Потому что я им покажу абсурдность какую-то. Например, есть простое решение. Опять же, здесь элементы троллинга. Я не ввожу калион на Игорьский район, на Московскую, на Россию, ни на Китай, ни на Америку. Опять же, на тех людей, на своих соседей, кто готов участвовать. Что мы, опять-таки, шаг за шагом, мелкими экспериментами, что мы делаем. Первый эксперимент у нас уже начался. Например, есть большая государственная проблема – это кадастрирование. Бежевание, кадастрирование имущества, земель, собственности. Уже несколько раз в течение «Новой России» менялись правила. Были сельсоветовские какие-то документы на землю, на дом. Потом поменяли при Ельцине, потом при Путине два раза поменяли. Слепили какую-то публичную кадастровую карту. Где-то что-то генезисты были, где-то что-то не было, где-то абы как. Сейчас стали считать только в Московской области из, могу ошибиться, но порядок примерно такой же, из 800 тысяч участков больше половины не кадастрированы. Нет полного комплекта. Из-за этого есть федеральная программа амнистии. Это и сельхоз земли, это и ЛПХ, это личные дачные дела. Больше половины не кадастрированы. Публичная карта где-то что-то отображает. Различные механизмы предлагаются, включая амнистию, опять же ее еще на два года продлили. Не решат эту проблему. То есть я не представляю, как они ее могут сделать. Что предлагаю? Какой-то маленький эксперимент. Здесь, наверное, в качестве троллинга, опять же, будет показать государству, как это легко решается. Мы создали товарищество, территориальное общественное управление. Мы сейчас берем спутинговую карту, с карты Росреестра. Они одинаковые, то есть не изменятся. Google, Яндекс. Рисуем те дома, которые вошли, те земельные участки, которые вошли в кадастр. Вот, допустим, у нас сегодня 36 участков Крёнова. Было 18, стало 36. Из них где-то 16 числится в Росреестре, соответственно, 20 еще не числится. То есть, что делает государство? Посылает коптер, трех человек, один инспектор, другой полицейский, третий, еще какой-то чиновник. И приходит, почему у вас дом не зависит? У меня было, мы 30 лет, этого дома уже с 30-х годов, есть документы. И это вот, нужны вот новые справки. Это будет полтора года в службе одного окна, решайте вопрос. И заплатите еще около 100 тысяч за процедуру. Я здесь родился в 30-м году, умирать собираюсь, вы меня заставляете кадастрировать заниматься. И получает тупик. Государство говорит, ах, не хочешь, я буду штрафовать за то, что туда не поставлены граждан. А как тут опять же получает штрафная экономика? Вы что получите? От меня там 10 тысяч рублей штрафа? Либо вы… Никогда не получите. Что решаете? Какую вы проблему решаете? Получается нет постановки задач. А вы как? Ну надо цифровизировать, надо поставить на учет. А смысл для чего? Я здесь, я не понимаю. Для чего ставить на учет? Ладно, есть там купли-продажи, там через нотариус, судебные может быть какие-то вещи. Здесь допускается вмешаться государством. А если я здесь живу, мне нахрен государство не нужно. Если я не собираюсь продавать, да? Да. Если я не собираюсь судиться, там с женой разводиться, не собираюсь, зачем мне это продавать? Здесь конфликт получается. А вы меня штрафуете, я могу вас просто послать тогда. Тогда вы уже… Уже не в штрафу, уже начинаются там какие-то административные уже нарушения, уже противостояния. Вы уже можете 282-ю мне пришить, астребизм. Что мы сделали? Мы сейчас наложили эту карту. Выявили, что 20 объектов у нас не учтенки. И на блокчейне делаем вот это решение внутри ТОСа. Те, кто подписался, у кого не зарегистрировано. Мы создаем такие условия. У нас сейчас пробелы. Давайте мы общество сейчас объединимся. Все деревни решим. Вызовем, все деревни соберемся. 20 человек, у кого нет. Вызываем сюда вот этих землемеров. Не полицейские, а землемеров. Ответственность печатью. Чтобы он сюда приехал и тут же всем справки раздал. Не мы у них в окошке будем торчать в едином. И ходить бумажки собирать. А их сюда вызвать. Чтобы они сразу… Что получаем? Мы получаем объединение жителей в решении вот этой… В принципе, бестолковой… Бог себе. Есть такая нужда… Государство, если пойдет на этот шаг, пришлет сюда свою печать поставит, Оно получает налогооблагаемую базу. Учет того, что есть. Да. Сейчас я, если не зарегистрировал, я могу не платить налоги. И они как бы не могут… Ну, представим, я плачу. А по идее надо все это оформить, чтобы получить налогооблагаемую базу. Конфликт. А мы сейчас с местом зубом поговорим. Ну, давай. Все равно мы и так платим. По умолчанию. Что так будем платить. Мы просто дадим прецедент. Потому что общество решит эту проблему, которую не может федеральный правительство решить. Мы решим минимальными затратами. Просто наложим ее в блокчейн. Потому что сегодняшние 20… Вот там 16 участков мы зафиксируем. И хроноветку поставим 1 февраля или 1 марта. У нас такая ситуация. Приглашаем чиновников с печатью. У нас там, допустим, 1 мая. Другая ситуация. Прецедент во всей России. Только один маленький анклав. Где 100 процентов, там 90 процентов катастрофирование завершено. Мы свое самоуправление… Пинками вынуждаем лицам чиновников. Принимать то решение, которое взаимно выгодное. Да, мы хотим эти бумажки в конце концов. Мы хотим выйти… Пусть лежат… Они выполнят свою задачу, которую они могут десятками лет выполнить. Они получают в конце концов базу для налогового вложения. Для легального налогового вложения. Мы там ничего не теряем. Как платить, так и выплатить. Но мы выполнили функцию государства. Я общался с местными властями. Она говорит, ну, в принципе, это не наша компетенция, это федеральные косяки. Но если ты такое сделаешь, то сюда должен приехать. Уже там министр обущества или кто у нас там… Самый главный Росреестр должен… Перерезать ленточку? Да. Да. Вот это… Пускай приезжает, а мы дадим скворечек сколотить, выпьем. Ну, не жалко. Если он там со штрафами, перерезать квитанцами, выпинками у нас тут готово. Это такое, которое мы уже сейчас немедленно делаем. Решение на блокчейне, там, голосование. Это вот самое простое. Второе. Что мы хотим в результате самоуправления получить? А блокчейн-то тут зачем? Почему нельзя просто собраться и вызвать их? Здесь сложное такое… Они не будут бежать впереди федеральной компетенции. Это нужно им писать заявление в регион, из региона федерального министерства, чтобы федеральное министерство индивидуально для Клёнова применило упрощенную схему. А мы её сами делаем. И слово блокчейн – это просто будет некая такая красная тряпка. Мы её даже не блокчейн называем, а цифровизацией. То, о чём сейчас на уровне президента, правительства на уровне… То есть мы произвели цифровизацию. Мы им троллим. Вы миллиарды, вы триллионы делите. Куда вы их делите? А мы это сделали там, ну не знаю, за 100 долларов мы сделали вот это решение. И вот здесь любопытно их… То есть здесь они уже меня не закопают. Здесь мы получаем безопасность. Скажут, да, одна деревня, опять натянула всю систему. То есть там калионами угрожали финансовой системе, теперь калионами угрожают системе госимущества. То есть тогда они нужны, чиновники. Тогда получается, зачем у них это… Для содержания этого аппарата, почему они оттягивают сроки без конца, откладывают, откладывают, откладывают это. А здесь слово цифровизация, оно только, скажем, модное. Как кто-то на слове импортозамещения сделал себе карьеру в бизнес. Так же мы, в принципе, решаем свои проблемы с словом цифровизация. Дальше, самое главное, нам в этом году нужно построить новую дорогу. Ее разломали или само завозили, там переломали, все, уничтожили. Своих средств у нас недостаточно для средств дороги. У государства нет никакого интереса нам эту дорогу строить. Мы показываем, опять же, прикрывая словом цифровизация и самоуправление, мы показываем инициативу от жителей деревни Калионова. То есть мы здесь создаем фонд. Опять же, к вопросу гражданского общества. Да, мы создаем фонд из Калионов, показывая, что мы собрали, допустим, миллион Калионов на миллион рублей. Все участники их просто напечатают. Эту сумму в миллион мы показываем государству, а государство на 1 рубль вложенный при самоуправлении обязано 3 рубля давать. Причем не местные, не региональные, а трансферные из Кремля. Да, трансферные из Кремля. Есть такая программа, она еще была заложена в 93-м году. Просто она не работает, прецедентов не было. А мы пока миллион собрали, нет у вас наличных денег? Твать ресурсами. Вам позволить в автодор попросить, чтобы на сутки здесь грейдер поработал. Вообще ни копейки не будут стоить. Мы даже допоим на горлю. Чем мне попросить? Песка попросить. Все, в ресурсы. Отдайте нам эти ресурсы. Все, мы уже заплатим, чтобы подушку сделать, проектировать, огувечивание. Таким нестандартным способом мы решаем. Бюджет не страдает, жители проявляют инициативу, в результате стоит дорога. И все по закону получается. Потому что на вложенный рубль от жителей государство должно трояк свой добавить. Более того, если бюджет не страдает, и коррупцию на дорогу мы сами будем наблюдать. Не так, как вот они сейчас делают где-то в какой-то деревне мне рассказывали. Да, бюджетная дорога. Что они сделали? Зимой крейтером лед сдвинули до мороженной земли, привезли машину асфальта, размазывали ее по деревне, акт подписали, все, деньги своровали, дорогу построили. Радуйтесь, весной, весна придет, счастье, жители дорогу получают, датчики приедут. Здесь мы показываем наоборот. Мы оставляем контроль за собой, как заказчики. Не автодвор, не муниципалитет, не региональная правительство будет с заказчиками. А заказчиками, и даже жители не могут быть заказчиками. А заказчиками вот это тоже. Объединение. Объединение, у которого есть полномочия. Там нет Совета народных депутатов, там что-то какие-то печати стоят, зона территории выделена. То же самое можно теперь решать вопрос с больницей. В третий раз ты попытаешься. Ну там нет, там уже другое какое-то более разумное решение есть. Но тем не менее уже другой подход. То есть когда от нас идет инициатива, подкрепленная вот этими источниками калионов, которые безграничны, производством, запасами каким-то, масштабированием, тогда нам проще это решать. И я не подпишу, чтобы дорогу там в соседние деревья строили. Я покажу алгоритм, как построили у нас. Хотите это, объединяйтесь. И тогда государство будет вынужден, у нас денег нет. Вот смотри, как в калионах-то здорово. Они объединили, построили вот этот алгоритм. Объединились там, попробуют так же сделать. И тогда им уже будет выгодно поддерживать калионова, как их участие. Вроде бы как они тут тоже рядышком стояли, принимали участие в создании. То есть здесь некая такая опять же придуждение их. Вы им позволите присоседиться? Как там ссоры, загрызок там. Ради бога. Вам тоже это вот слово цифровизацию, если вы сейчас не знаете, а побежите к губернатору. Вот мы цифровизировали реестровую палату. Он же не был команды из Кремля, а вдруг прокатит. Губернатор. Он говорит, Владимир Владимирович, можно еще вот такую цифровизацию? Чего? Нет, 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 нет. А тот сказал, да. А, да, цифровизацию там, медали. То есть у них появляется у них на своем птичьем языке, на своем вот этом помешать себе. Они могут меня и посадить, могут и наоборот выдать за дотяжение. Герои России. Да, они получают бюджет, они получают лампасы, должности, карьеру. Я дорогу получаю, еще какие-то там ресурсы. И вот эти элементы мы уже, допустим, у нас одно, самое первое мероприятие будет в начале апреля, 10-й юбилейный день птиц. Оно изначально было еще до пожаров. Мы его сами проводили, потом превратилось это в такой международный уже праздник. Там очень много випы приезжают, и там шикарный формат. Мы даже искривляем эту новогоднюю елку с Успенской площади, как-то приспособили, из нее делали скворечники. Это в первые выходные апреля. Первые выходные? Да, либо там в первую, но в зависимости от погоды, либо во вторую субботу. Первую субботу, либо вторую субботу. Потому что третья, четвертая суббота у нас уже запланирован, там уже однозначно будет. Следующая суббота, третья суббота, это у нас борьба, тренировка противопожарной безопасности. Когда горят поля, будет тут деревенская у нас своя пожарная дружина существует. С всякими помпами, со всякими там мрацами. То есть тренировка это будет? И бывает, бывает. То есть поля горят, мы все равно собираемся делать противопал, тушим, чтобы уже защитить свою деревню. Когда в боевом режиме, когда в игрушечном, в тренировочном, но это традиционно. То есть традиционно поля горят. И последнее, 23 апреля суббота, мы проводим тренинский субботник, традиционно в России по уборке территории после зимы. Опять же с новыми элементами уже геймификации. Мы уже создаем игру на блокчейне. Я даже приведу как бы секрет, вам открою такой небольшой инсайт. Делается даже черно-белые телефоны, смартфоны, неважно. Вот если вы помните, игрушка была, ну погоди, где волк носил корзину, к насесту ловил эти яйца. Примерная визуализация будет в таком плане. То есть будут бросать только из одного насеста будут сыпаться стеклянные бутылки из другого пластикового пакета, из третьего батарейки. У нас больше металла у нас нет, органики у нас нет, а из четвертого призыв. И Заяц будет охать-ахать, если там бутылку отнес в контейнер, мы вставим три контейнера. Люди приносят бутылку в один контейнер, там чекенец делает селфи, там специальная математика, ставится хронометка, и взамен бросил бутылку, человек получает на телефон маленькую такую награду. Ну, значок, как во всех этих обычных игрушках. Ну, монетка какая-то. Батарейку бросил, еще монетку. Пластик, еще монетку. Если собираешь пять монеток, ты разыгрываешь минимальный какой-нибудь приз. Ну, я не знаю, там какой-нибудь дешевый телефон, там за две тысячи рублей, примерно. Если собрал там 25 монеток, то у тебя уже смартфон выиграет. А если там 50 монеток и собрал, то ты уже там какой-нибудь там дрон или самокат, или еще что-нибудь там придуман. За счет, опять же, участников. У нас что, бутылки забирают, этот завод там по производству стекловаты какой-то, вот у французки здесь и заверили. Они у нас выкупают эти бутылки, это становится обеспечением приза. Я, как спонсор, оплачиваю вот эти все, и в конце концов мы попробуем эту игрушку продать властям. Проблема с мусором у властей сейчас ужасная. Как только не делают, и французский водиколон, свалки поливают, и в лесу там шифруются, никто не может решить этот вопрос с мусором. Здесь один из элементов, разделимого сбора мусора, мы предлагаем на уровне уже тестированного. Вот это будет 23 апреля, такая игра планируется у нас. Все участники получают, я думаю, что дети из соседней деревни потащат эти бутылки, чтобы получить право выиграть велосипеды. Полителенный пакет у всех навалов. Батарейки сейчас уже решена, в принципе, проблема. Уже в школах стоят контейнеры, там в администрации, где-то в присутствии, в магазинах. В магазинах стоят. Если взять эти батарейки, мы тоже можем сейчас это же самое сделать, такую же игру, только на батарейке. То есть ты в школу принёс батарейку. В администрацию бросил, там ещё проще, там уже администрация может директорам школы приказать поддержать эту игру. Есть такая вот нехорошая у них тенденция, использовать директору школу в политических государственных играх. Тем не менее, мы показываем такой прецедент. А вместо волка и зайца здесь уже разные можно выстраивать видеоряды. Вот есть у нас сценарий, вот мы вчера как раз с программистами обсуждали, где там подземные гномики, они питаются отходами жизнедеятельности человека, черпают энергию. Но им не нравится пластиковая тарелка, обмазанная майонезом или кетчупом. Они просят разделить её отдельно. Со стеклом отделя. Вот тогда у них, они забирают эту и бутылку забирают, и тебе ещё из-подземелья достают какие-то там клады, драгоценность, алмазы. Кто это всё финансирует, разработки? Ну я пока это финансирую, да. Я вкладываю, да, какие-то там средства вкладываю. Вот эти я готов уже продавать. Это гиммификация. Мы уже проводили две такие игры, уже проводили осенью, в Анатуре. Там тоже внимание, там японцы приезжали. Криптовалютой вкладываешь? Да. Мы уже проводили международную такую игру, проводили осенью. Там японцы фанатели, что мы устроили. То есть люди со всего мира покупали у меня, на бирже вернее, покупали калионы. Переводили их обратно мне. Я из питомника за калионы выкапывал саженцы дуба, там хорошего дуба. И мы их осенью высадили, 107 дубов таким образом купили, высадили их в лес на вырубленный и в природу вернули. И повесили без бирочки. Кто вкладывал. На каждой. На каждой, да. И среди всех 107 человек еще разыграли там супер-приз, джек-пот, это нано-кошелек этот Ledger. По почте отправили, то есть случайное число, там барабан. Аракул, тоже Аракул сами написали, чтобы он сгидировал случайное число и 107 человек. И мы отправили уже по почте вот этот девайс. Японцы увидели и охренели. Они тут поселись. Американцы тоже об этом. Статью написали, там говорят, крупнейшие компании об этом. Готовы тратить там сотни миллиардов долларов, чтобы предсказать будущее человечества. А ты, говорит, это в натуре все уже делаешь. И такие социально-экологические акции. То же самое можно, как и дрова также централизована, все деревни заготовить. Тоже с применением этой игры. То есть волонтеры приедут, им тоже какие-то вот эти розыгрыши, поляна надо накрыть. Это называется уже гимификация. Вот я сейчас фанатею от этого уровня. То есть как экономику Калионов модель на хозяйстве я провел. Сейчас мы ее экстраполируем уже на социум. И одновременно начинаем уже выстраивать игрофикацию. Чтобы у меня рабочий приходил не на работу, а приходил играть. То есть трезвый в 7 утра приходит вовремя. Получает монету. Вспахал здесь гектар, взыть монету. Бабки огород вспахал, бабка ему заплатила колын, еще монетку получает. Эти монетки можно либо перевести в калионы, в рубли, либо какие-то там социальные ништяки, там страховки. Либо просто монетизировать. Это уже будет игра. Он будет не на работу приходить, а будет играть. Он будет заинтересован в дисциплине, в производительности, меньше косячить. И так же хотят весь мир. То есть был коммунизм, пытались сделать капитализм, империализм. Сейчас выстроили общество потребителей. И оно уже приходит в тупик. То есть я думал, кто там управляет, или Рептилоид, или Рокфеллер. Я думаю, что они предполагают следующий шаг в эволюционном развитии цивилизации. И мое подозрение, что это будет игра. То есть весь мир будет ни на работу ходить, ни в банки, ни в магазины будут ходить играть. Причем мы даже… «Первому игроку приготовиться» в фильме недавно вышел. «Да, да, 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 там уже просто погружение, а здесь что-то между реальностью, то есть дополнена реальность. То есть ты где-то прибрался за собой, получил вот эту аптечку, жизнь прибавилась. Или там меч получил, там, против врагов. Или какую-то интульгенцию против, там, власти. То есть вот эти элементы, они сейчас захватывают. Причем мы их тестируем, вот как раз с дубами. У нас, вернусь чуть назад, с дубами была игра по сценарию мировой американский культовый сериал «Игры престолов». Там армия мертвых ворвалась, когда через стену ворвалась. Она уничтожила вот эти волшебные чадрева рощи, где там холдуны сидели, где какие-то решения принимали. Армия мертвых уничтожила. И вот армия, там, Вестероса объединились во главе с Дон Сноу. Закупили эти дубы и высадили чадрева, высадили в натуре, в леса Подмосковья площадку. То есть вот это сочетание. И продюсерский центр вот этого сериала, уже увидев эту публикацию в японской крупнейшем медиахолдинге, уже вышел. Авторские права хотел спросить, тебе не предъявят там? Ну, ребят, по фану. По фану. Ты все по фану делаешь, я так понял. То есть, у меня вся жизнь по фану. Это я и могу, как бы, снижаю все. И вот это мне забавляет. Понятно, такая игра. То же самое со скворечком, мы тоже внесем элемент игры. Потому что теперь у нас традиционно бесплатная. День птиц. Да, День птиц, который будет как раз между субботниками и пожарами. Скорее всего, это будет первая или вторая суббота. Мы тоже впервые проведем некую игру гиммификацию. Здесь опять же секрет, только никому не рассказывайте, только для вас. Мы ее хотим сделать в виде игрификации фильма «Джентльмен удачи». То есть, все люди, которые приезжают на этот праздник, они внесут, условно говоря, по пять калионов в фонд игры. Помимо того, что там разокрашиваются скворечники, они еще будут таскать чугунные батареи. Мне там давно уже, лет десять смотрю, пять точно. Они там не на месте лежат. Как рабочим говорят, трактор надо ремонтировать. Вот пять лет я не могу перетащить чугунные батареи. Сейчас в качестве игры приедут москвичи, приедут друзья. Заплатят деньги и перенесут батареи. С радостью перенесут батареи. Взамен там вместо вот этой брошюрки о вреде алкоголя будет лежать напечатанный QR-код, который смартфоном отсканировал, получил дынь. Получили калионы. Замешали там цемент мне там фундамент, отмостку. Там если снег будет, снег разгребут с крыши. И если прорубь останется, то еще пускай ныряют за шлемом Александра Македовского. Это будет супер-приз, джек-пот. Это на входе скворечников. То еще там как-то скворечники мы придумаем. Там доцент или кокосой, как где-то динамо, когда они там доской шахматы били. Вот это тоже надо что-то со скворечниками обыграть. Это вот все элементы такой игры. То есть это совершенно новое направление, новый виток цивилизации, которое достаточно просто, но никто не может это решить. То есть для этого требуют действительно сотни миллиардов долларов, чтобы это все цифровать. Мы это делаем играючи, мы это делаем по ходу, не забывая о своих там полевых делах. И вот этот набор вот таких инструментариев, это как раз повышает и устойчивых каленов, поскольку не только там за яйцами можно каленовым рассчитываться, но и в играх можно рассчитываться, и в социалке, и в благотворительности. Это и создает такую экономическая система, и экологическая какая-то безопасность. И опять же, я не ради доступа к той кормушке, которая на триллиона отделится. Но если… Научить государству, как работать. Ну как у Сальтыкова, в конце концов, что вы обязаны мне дать пятак на водку. Я их там докормлю эти… Слушай, ну как вообще это все в голову приходит? Вот… Вот то, что я сегодня услышал, не знаю сколько мы уже, часа четыре, по-моему, пишем, все это дело, супер интересно. Как в одной голове вот это все умещается? Настолько, по-моему, это как-то… Оно, конечно, все взаимосвязано, но это очень разнопланово. Во-первых, у меня была возможность лет десять больше, да, свалить за границу в свободное общество, и там вот эти все свои придумки реализовывать уже в структуре существующих экономик. Существует там вот эти локальные сообщества в швейцарских горах, во французских Альбах, там люди деревья, которые там 600 лет живут по своим правилам. И у нас старобрятся есть тоже, и там мормоны их какие-то, и амиши, и лябиши. То есть есть вот такие локальные экономики, это… Калионово – это не прецедент. У меня была такая возможность и желание уехать, но когда я тут начал в Калионово, в Калионово я получил здесь здоровье, где я встал на ноги, где я получил свободу, где у меня эти эксперименты всегда удаются, и то, что я не задумывал, все там растет, кукарека, там не ухает. Мне смысл сейчас менять ту зону кофорны, которую я поставил. Я свободен от дум там о здоровье, потому что я понимаю, что там через 3 месяца могу умереть, у меня нет страха перед смертью. У меня там дети уехали давно уже из России, они получили там, они ученые-химики, закончили глухим фактом, доктора наук, они уже там нашли, социализируют, у меня внуки родились в Европе. То есть у меня сейчас нет опасности, что они здесь где-то попадут. Ну не важно, как попадут, так или иначе, то есть родители все равно беспокоятся. То есть там, вот они сейчас попали в свою ученую среду, я уже понимаю, что там они уже на месте. Они и специальность будут, и зарплата, и безопасность, и здоровье. Это у меня беды нету. Страха у меня нет. И у меня нет амбиции спасти Россию. Я не служил депутатом. То есть приезжают много людей, бедных. Тебя как флаг использовать, да. Нет, вот приезжают, Миша, вот ты такой дрянью, такой мелочевкой занимаешься. Иди в депутаты, рвись, иди там на площадь, бильки вешаешь, что ты спасешь Россию. Убраться. Я вот здесь вот хочу. Я сам себя еще не спас. У меня еще тут есть еще, мне что там посадить или мусор убрать. То есть тот под социал просто используется на маленькой локальной участке. То есть да, кто-то там спасает родину, кто-то там завод, кто-то корпорацию, а я просто свой маленький огородик. То есть здесь я компетентен. Это мне нравится. Я получил дополнительный инструмент. Это меня снимает там массу забот. Где взять зарплату, где там налоги, еще какие-то банковские кредиты. Беззаботность. Во-вторых, у меня тут нет раздражителей, как телевизор, интернет. Голова пустая. То есть тоже как бы такой интимный уже вопрос. Как вот на экране компьютера, есть там корзинка, мусор. То есть я тоже вечером ложусь и такую визуализацию. Очистить файлы. Окей. Без возврата. Без возврата. Все. Технически можно оттуда вытащить какой-то файл. Там есть какие-то программы восстановления. Есть, он нужен. И он там сто лет не нужен. И также у меня. То есть можно откуда-то где-то из глубины какую-то проблему какую-то знать. Нет, здесь голова пустая. Я сейчас думаю не как мир спасти, не как там какие-то деньги заработать, поскольку вот этих эгрегоров уже нет. Я здесь представляю как вот провести какую-то необычную, реальную какую-то игру. Какую-то акцию. Там день писали. Тренировку. И какую-то вот эту. Решить государственную проблему. Которая схлопнется. Не просто предложить решение, а самому его протестируют. Я как ученый, как вот лаборат. Это ученые там думают, если в пробирку покрасеет или не покрасеет. А я все-таки это делаю, что покраснело. Прям позеленело. Значит что-то неправильно делаю. Просто как лаборат, который там не имеет ни знаний, ни опыта, ни компетенций. Просто вот бах покраснело. Получается следующее. Позеленело. Там посинело. То есть у меня вот это как-то получается. Потому что нет вот этого груза ответственности. Нет груза амбиций. Нет груза финансовой заботы. Со здоровьем тоже где-то со страхом. Ну и вот так вот это получается. Даже вот дети когда приглашали, говорят пап, ну приезжай, выйдет то же самое. Такой же домик, такой же хозяй, виноградик сделан там. Где же рабочие. Ну все уже готовы, то есть приезжай. Ну в Европу, да? Да, там в Европу, в горы, куда угодно. Куда хочешь. Там все тебе сделают. Один в один. Хочешь курок, хочешь собаку забыбери. Ну я представляю, мне придется опять 10 лет устраивать эту зону комфорта, которую я здесь, уже 12 лет, которую я уже выставил. Под себя, вот конкретно под себя. Я не думаю о родине, я не думаю о партнерах, я не думаю там в конце концов. Я не о соседях даже не думаю абсолютно. Я думаю в первую очередь вот о зоне комфорта. И если соседи здесь лояльны к этой зоне комфорта, то я с удовольствием буду помогать. Если они не лояльны, то и мне нет смысла с ними там скандалы устраивать, перестреливаться. Я просто как бы дистанцируюсь от этой ситуации. Вот примерно такая сторона, да. И я не променяю, сейчас уже не смогу променять вот тот, ну как, он опять же это, ну не материальный вот этот зону комфорта. Ну я ее создал своими руками там, я знаю, и менять ее даже на физические, там на гостиницу, строить там, чтобы в доме там пять унитазов было. Ну и потом все мы здесь гости. И некоррект, из которых хозяева там предложили, вот шикарные условия, живи, мы тебе создаем все. И некорректы там кричают, дайте мне там пятый унитаз, дайте мне там горы поставьте, или океан поставьте, или парку здесь повесьте. Ну я бы, да, потребности достаточно минимальные, хотя вот когда тоже обсуждали, когда была возможность купить самолет часто, бомбардир, там сейчас понтов много у народа, когда предложили, а какой дизайн? Самолета? Да, внутренний дизайн. Обшивка, какую там, белая кожа или там, золотая инкрустация. Я еще так подумал. Ну это у всех есть. Я говорю, а если бы я был лег бы, обшил бы, на пеньках бы сделал вот эти, дырки просилил, подстаканники, ну круто же было, понимаешь, бомбардир, это слизистые гуля. Слизистую каменку, да. Главное не снаружи, чтобы уходь полетел. И вот это мне по кайф опять же мне это приятнее, чем вот эти картинки, которые там вот показывают, там кнопки, там, руки все эти, золото. Мне вот туда же не скромность, туда же не сколько аскеза какая-то, а сколько вот этого, ну приятность, понимаешь, вот это реально сделать. Горбалем обшить, подгоняет. Ну за неделю там машину горбалят, гвозей побочим, молоток, гвоздодертный топор. Ну может там, беззапилу, чтобы вручить. Обошли, оббили, прибили, все. Друзья мои, сегодня мы провели весь день в гостях в Калеонова, говорили с Михаилом на разнообразные темы, финансовые, фермерские, какие-то заоблачные криптовалюты, какие-то игровые технологии, о том, как спасти Россию или как ее не надо спасать, что нам делать в будущем. Мне было супер интересно, я в реале познакомился с человеком, который реально свободен. Михаил, большое тебе спасибо за интервью. Я думаю, наше интервью будет на несколько частей разбито. Тебе хочу пожелать вот этого безумства, которым ты занимаешься, блин, ну это вот другого слова нет, безумство реально. Чтобы это безумство не проходило, оно всем нам дает возможность смотреть, как можно жить по-другому. Спасибо тебе огромное. Ну, а Лаверды, то есть я тоже открыт, я всегда готов вот эти, не помогать, не за тебя там твой огород копать, а показать, как в моем огороде что-то растет. То есть приезжайте, смотрите, берите, принимайте. Я всегда открыт, я готов. Приглашаю. Отлично, спасибо, я думаю, что мы обязательно проедем или там на День Птицы, или еще на какую-то твою движуху, обязательно, чтобы это все посмотреть, в этом поучаствовать и заработать немножко себе медалек. Привет. Отлично. Вот так вот, друзья мои. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.